мы продолжаем наш урок в сам это не самого начала и самого начала мы уже идем под концу 12 главе и мы должны ее с божьей помощи сегодня ее завершить закончится и начинать если останется время 13 главе того что мы уже знаем чтобы он не это человек который не грешить не просто не грешить его состояние душа на сегодняшний день что не и не грешил и вариант грешить не будет такой вариант такая у него состояние не грешил потому что он раскаивался иначе он был не стал длинный раскаяние такая которая довела его к расположению душа что грешит это исключено это такое состояние душа и мы говорили что это не потому что он как праведник то есть он аннулировал активности животная душа в сердцах и в мозг никак этого не неделя у него просто твердая богобоязненность такая настолько твердая что него исключено вариант пропустить животная душа к трех одеяниях местной речь действия туда животная душа не приближается что да да что иногда появляется у него мыслей не мыслей которые переводит к делу а мыслей о о чем-то который не надо и он ее отталкивается когда да у него есть прочности против животная душа настолько который чуть-чуть по воспоминает праведник чуть-чуть воспоминает но это не как праведник для того что понять как это чуть-чуть и не совсем это 13-14 главе объясняется более четко но во время и молитва и время чатынишма время это означает что так в это время это в то время который по закону тору нужно молиться или можно молиться утренное время вечерное время и минху обеденное время и и время которое предназначено для чатынишма утром с рассвет до четвертой часть временной часы и вечерное время с исход солнца до до полуночи если по по фактически разрешение мудрецов это время которое можно читать что тогда происходит тогда происходит божественной помощь евреям читать шма то есть чувствовать единое богом это время которое предназначено и поэтому можно че можно это почувствовать легче чем каждое другое время время в дня и время для молитва это время который все вышли принимает молитву поэтому евреи может присоединиться сердце и мозг своего молитва ко всевишнему и когда этого бенуни молится а он молится не просто читая текст а молится со всеми как надо молиться и он и он читает чма как надо читать чма понимая и думая о единое богом как как положено тогда на это время ограниченное под это время и не у него он может будить в своем сердце любви перед всевишнему жажду быть ближе ко всевишнему и во время и когда появляется любви ко всевишнему животная душа похож на находится в положении похожая на несовершеннеправедник она замкнулась у себе и в левая часть сердца и не выходит отсюда то есть она не предъявляет претензии у нее никаких желаний не появляется не спать не кушать ныне ничего она вообще не чувствуется но после молитва поскольку что неправедник она возвращается и появляется как он не совершает поступок который ему разрешено есть к этому три причины первый осадок который остается после молитва осадок из того а след след который остается после молитва то есть который остается после этого чувства любви к всевишнему это остает оставляет у него след который помогает ему держаться на весь день 2 поскольку что разум управляет сердце и у него есть силу ее удержать поэтому животная душа под контролем разума и он подавливает ее и 3 ты совершенный помогает ему и мы должны понимать до тоже дальнейшей главе каждый из этих трех составляющей когда он больше и нужен и проявляется в жизни в жизни наши длинные теперь мы будем читать как будто бы как итог бы выше сказано нет невозможно только это это похоже это упоминается неприближенно упоминается состояние несовершеннеправедника даже в это время это вообще нет даже не близко я остановлюсь сейчас вспомнила что это как спросить если я лечу сейчас просто меня приглашали лететь на чары на на частный самолет олигархов то я сейчас похоже на олигарх или не совсем не совсем совсем нет но я лечу на его самолет ну еще то есть ни в каких обстоятельствах я не ближе я это 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 не это не просто шутка это реально в таком-то таком-то таком состоянии он летит на той же самолет но это не принадлежит ему он находится а когда грешник спит он тоже когда грешник спит он спит грешный он спит грешный повер меня это тоже по-другому да да queres хороший вопрос я напомню вам один из хотицких рассказов который мы говорили об этом уже Однажды, там не написано, какой из праведников вожатых Хасидут это было, наверное, из-за уважения других праведников, которые про них надо было сказать и не говорят, кто это за праведники. Но рассказано, что один из вожатых Хасидут, перед его смерть, к нему зашли его ученики, и говорим, что мы теряем тебя, это уже больно, но кто будет заботиться на наше духовное состояние после вашего ухода? То есть, потеряем тебя, это уже большая травма. А что дальше нам? И он говорит, что вы должны действительно поискать себе учитель, рабе, который будет вести вас к правильным путем перед Всевышним, и я дам вам секрет, как выбирать его. Когда вы будете искать и будете встречать с разных праведников, и войдете к ним побеседовать с ними, вы зададите им один вопрос. Если появляются к нам неприличные или посторонние мысли, посторонние мысли, значит неправильные мысли, что и как нам можно их перевороть? Если он вам скажет, что у него есть для вас совет, это не ваши, не ваши, не ваши, не ваши, не ваши, а если он вам скажет, ну как, невозможно бороться, просто от, 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 отгоняем этого, этого мысли и переходим к другому. Почему? Потому что это, Бейнони, откуда появляются мысли? От самого я. О чем мы думаем? О том, что мы относимся к этому. Вот это появляется. Кто такой Бейнони? Животная душа. Поэтому что появляется у него? Мысли, которые касаются к ним. Мы говорили об этом тоже, мы рассказали про Рабича Драмасмид, когда он вошел в Фарбринген, на подвалных помещениях, и через несколько минут он сказал, что я не могу тут, и ушел. И Рабича Драмасмид, когда он объяснил, потом узнали, что это было когда-то бордел, что Рабича понимал, какие состояния его животная душа и на чем она может пожелать, мыслить. Но таких нет него. То есть не ее уровень. Добавлю сегодня еще одна интересная очень, потому что это достаточно глубокая, глубокая мысль. Однажды пришел к Рабича Драмасмиду, один ровин с жалобом. Какая жалоба? Он читал в святых книгах, в святых книгах, это решит хохма, все такие, серьезные книги. Что я считаю, что если человек постится 40 дней без перерыва, то он получит вознаграждение в проявлении пророка Илья. Он говорит, что я постился 40 дней, и пророк Ильяу ко мне не пришел. Что? И не умер? Вышел, выйдет. 40 дней, это значит, что кушают ночью. А. Он кушает 40 дней. Это муж Иван? Да. У них же тоже такой же поздно. Кушать можно ночью. Говорит ему большим то, вот вы знаете, в чем разница? Разница в том, что ты не постился, ты просто не кушал. Разница большая. Когда ты увидел еду, ты нападал на ней так же, как нападал на ней 40 дней назад. Поститься, это определенное состояние. Ты не постился. Ты не стал чистей. Ты остался такой же. Такой же примерно был такой случай, в котором человек к нему пришел. И говорил, что написано в святые книги. И это написано, что если человек не говорит 40 дней вообще посторонние слова, то есть слова, которые не о Тору, но это написано не о Тору, написано посторонние слова, то он получит проявление пророка Ильяу. И к нему пришел человек и говорил, что я не говорил посторонние слова 40 дней. И я почему не пришел ко меня пророк Ильяу? Говорит, нет, нет, нет. Ты не молился? Он говорит, молился. Вот это твоя посторонное слово. Вот это для тебя посторонное. Посторонное это значит, кто ты такой. Бейнуни, кто он такой. Он, животная душа. Для него молитва. Это плюс. Это не он. У праведника он, это молитва. Он, это Тора. А для Бейнуни, это плюс к нему. Он, животная душа. А у него есть молитва. Вот мы это увидим в более четке, в 13-14 главе. Понимание, в каком уровне на самом деле является Бейнуни. Еще раз. Дай Бог довести состояние нашей жизни, хотя бы на один день в жизни быть Бейнуни. На один час быть Бейнуни. Это очень-очень великое, очень великое достижение. Но отличие между Бейнуни и Цадик, это невероятное отличие. Это вообще не близко. Поэтому наша книга называется «Книга для Бейнуни». Потому что это достижение человека, а Цадик это не достижение человека. Не достижение человека. Дальше ми продалжаем 90-е страница. 90-е страница. И находим ца в Слодушен. И находим ца в Слодушен. Думать о зла. Зла это не значит какой-то грех. О своем еде. О своем жене. Не вовремя. О таких вещей. Обычные вещи. Да? Даже это Бейнуни не бывает. Не бывает как? Берцой наше бемоихой. Своем желание. То есть появляется он его мисле. Появляется. А желание. То есть продолжать мислей. Это не бывает. Что он хочет думать об этом сейчас. Это не бывает. Он Бейнуни. Он говорит. Моя лав. Моя лав. Ламоих канал. Откуда появилась свод мисль. Как говорили. Абрумария. Просто. По инерция. Он человек. Появляется он его мисле. Он сразу. Ио остатанавлев. Он отталкивает ее. В двумя руками. Он отвлекает свой мисль сразу. Когда он понимает. Что это ненужное мисль. И он не принимает его желание. Даже думать о нем. Он не позволяет себе. Не говоря вообще. Что у него не появляется вообще. Такое продолжение мисля. А давай. Давай будем что-то делать. Нет. Это даже не подходит к этому. То есть. Появляется желание. Покушать было бы хорошо. Он отталкивает. Покушать было бы хорошо сейчас. Или давай покушаем. Это даже не подходит. К этому даже не подходит. Не подходит просто. Не доходит к этому. А Филу Ладабер бы. Конечно. Не говорит об этом. Почему это не появляется в нем. Потому что если он принял в желание. Думать об этом. Он уже называется грешный. Он уже называется грешный. Он никогда не бывает грешный. Сейчас продолжаем. Что. Что. Будет. Вот об этом. Как у нас говорят. Надо все переводить на делу. На делу. Именно. Именно тот еврей. Который находится в соседстве с нами. Вот он. Это тот еврей. Который о нем и говорил. Не надо найти какой-то. Какой-то непонятный еврей. Где-то далеко. Вот тот который рядом с нами. Как. Как надо. Виртуально сегодня иногда ближе чем сосед. Вроде виртуально очень близко. Да. Веррей. Веррей. Миш дуд человек. И дуругу еврей. Мед. Кшоэллолой. Малев ламоях. Кагда толка поевла. Ица. Нево. И ссерца. Вразум. Почему и ссерца. Почему им. Низразу вразум. Поехали. Потому что все начинается с дуузьями. Тут. Вот тут. Начинается. Чуздва сразу. Начинается. Эйзай тино. Весино. у него есть какая-то жалоба или не терпится его он ненавидит его что это значит жалобы почему появляются у нас вообще жалобы о чужой человек вы когда-то думали об этом то есть что-то он мешает мне если чужой человек сделал не очень хорошо иногда не бывает ничего хорошего он просто произошел я уже его он мне уже что-то не хочу почему потому что вы никому не чувствуете поэтому и не чувствуешь ни против, ни за когда антипатия тогда нет проблем когда нет антипатии а что тогда делать я извиняюсь не так не так просто хороший человек а я у меня есть антигонизм людей ну бывает такой бывает не к тебе уже нет я преодолел все что только было я очень я очень вас уважаю люблю когда появляется какая-то жалоба почему появляется жалоба почему появляется жалоба я у меня есть определенная поза определенный образ жизни а этот человек прервался ближе к моему жизни и он ведет себя не по меня не по моему вот у меня появляется к нему жалоба меня это не устраивает один раз один пришел к рабец Махцедек и говорил ему что на меня все топтают в синагогу говорил ему рабец Махцедек перестань находиться везде в синагогу не надо везде находиться находись в своего уголок никто на тебя не будет топтать ты расширяешь своего я и на тебя топчут не надо расширять то есть первый который появляется у человека это какое-то чувство вот я вот такой человек он вырвался в моем территории не такой поэтому у меня к нему претензии претензии есть когда появляется ненависть есть в ненависть есть несколько можно сказать два грубые очень в виде ненависти первый ненависть появляется потому что он меня дразнил дразнил он говорит не так как меня привычный он говорит много мне это мешает он пачкает рядом со мной он создает меня некомфортно то есть это не как-то далеко просто вот в моем мире он не списывается для этого есть какое-то неудобство чувство у меня есть к нему жалобу а ненависть это когда он касался ко мне и переломал что-то которое мне мне нужно и как только человек больше так же ненависть появляется полегче второй он начинал заниматься пространство которое я считал моя вот это святое иногда у нас это появляется без причин я сам решил что это моя территория никто ее не отдал но если кто-то будет вырываться в моем территории в которой я решил себе что это моя я уже его будут топтать это моя почему кто решил что это твоя ты решил что это твоя а теперь ты не хочешь пропускать никого туда так не решай то есть в основном ссори между людей происходят в наше воображение не по настоящему не по настоящему если кто-то зашел ко мне домой и что-то делал плохого мне по закону Тору это отдельный вопрос но в основном ненависть или жалобы или воины которые начинаются между людьми начинаются в воображении не в настоящей жизни он смотрел не так он уменьшил моего достоинства в моего воображение это достаточная причина его не любить так не уважай себя так много и тебе они будут мешать но нет я уважаю себя поэтому кто-то вырвался в эту территорию и не так уважал меня твой проблем но я считаю что это его проблем поэтому я его не люблю поэтому говорит вот это просто потому что это эмоция из сердца в разум в мозг эйзетино какой-то жалоба и не говоря весино и не говоря если это даже ненависть хазвешалом ой эзекино или я а а зависть чувствую зависть к нему что такое зависть что такое зависть а почему человек проявляет у него зависть зависть это может быть и стремление к лучшему есть черная зависть есть белая а почему появляется вообще зависть что такое зависть что такое зависть почему ну есть у тебя есть у тебя может быть у меня что есть мы говорили о самолете олигархов у меня есть зависть что у меня нет самолета олигархов нет почему нет Я беру крайность для того, чтобы разбираться. Почему у меня такой не появляется? Нет. Почему не хочу? Почему у меня нет зависть на самолёт? Почему? Потому что я не представляю, что у меня такого должен быть. Как только я представляю, что я бы хотел, что у меня такого будет. А у другой есть, я спрашиваю, почему у меня нет. И тогда появляется зависть. То есть мы сидим, говорим, кто-то обращает внимание к другому побольше, а третий говорит, ну почему к нему? А что я? Зависть. Почему? А в чём я не такой? Я хочу тоже. У кого-то он получил хорошую работу или хорошее предложение. Появляется зависть. Почему зависть? А я тут, почему не то? Я хочу тоже. Я тоже хочу получить. Ещё раз, это воображение. А кто сказал, что ты должен получить и не он? Кто такой сказал? Но это ещё раз. Это чувство, которое находится в воображении человек. Человек сам создавал себе эту проблему. Дальше. Оказ. Или он злится? Почему человек злится? За что человек злится? Есть очень красивая история. Это история из Мишны. Очень красивая история. Про Гиллэл. Гиллэл был первый Гиллэл. Старший Гиллэл, который мегрировал из Вавилона обратно в Израиль во время Мишну. Гиллэл, когда он стал глава Сан-Хедрин, не глава Сан-Хедрин, стал глава еврейского народа. Глава Сан-Хедрин был Шамай. Наси. Президент. То все знали, что Гиллэл никогда, никогда, никому не проявлял злость. Он никогда не ругался ни с кем. И один говорил, поспорил, отключал пари с друзьями, что я смогу разозлить его на большая сумма. Сто динари. Это была большая сумма. Золотые динари. А что он делал? Он зашел в квартал, где жил Гиллэл. В пятницу, после второй половины дня, когда все уже готовятся к субботу. А Гиллэл готовился к субботу. Не только убирал дом, а что-то еще в духовном понимании готовился к субботу. И начал кричать, кто тут Гиллэл, кто тут Гиллэл. Как будто бы можно не пропустить этот человек. Ну, Гиллэл вышел на улицу и говорит, дай, сынок, что тебе помогать. Говорит, я не знаю, мне говорят, что ты очень умный. Спроси, почему у китайца есть узкий глаз? Ну, говорили ему, потому что там есть проблемы с песка. Поэтому у них узкий глаз для того, чтобы защитить их глаза. Ушел. Спустя какой-то часик, он еще раз возвращается к этому кварталу. Начинает кричать, где тут Гиллэл? Где тут? Ну, он выходит, говорит, да, сынок. Мне говорили, что ты очень умный. Говорит, спроси, почему у африканцев есть широкие ноги? Такие большие. Он говорит, ну, потому что они ходят пасеком. Им нужна защита от всяких разных того, что есть в песке. Поэтому Всевышний их сотворил вот такими ногами. Можно сказать, из этих человек? Вышел он, спустя час уже ближе к субботу, он обратно возвращается к кварталу и начинает кричать. Где тут Гиллэл? Где тут Гиллэл? Он выходит, да, сын мой. Почему я не могу заставить вас ругаться? Он говорит, сын мой, скажи мне, что случилось с вами? Мы заключали парик, что я могу заставить вас со мной ругаться, и у меня не получилось. И я из-за вас проиграл сто динали. Говорили ему, лучше, что вы потеряете это сто и еще дополнительное сто, и Гиллэл не будет ругаться. То есть, за что человек злится? Еще раз, это начинается свое эго. Он считает себя в каком-то положении. Кто-то зацепился его. И он не понимает, как он мог меня за что-то зацепить. Что? Я такой человек, у меня такое положение, а ты? Это еще раз, проблем своего воображения, и не настоящий проблем. О, кто идёт? Или кто-то, он смотрит, и кто-то его как-то щипнул. Есть очень красивое описание в дневнике прошлой любопытческой ебе. Обязательно, если их переводят на русский язык, надо читать. И он там описывает состояние, которое он услышал от один из старших хасидов прошлых поколений. Что они, вот младших хасидов, пытались как-то пошутить на них. Посмотреть, насколько они живут в каком-то воображении. И они позвали в Симха Тора, где уже все чуть-чуть освобождают себе его трамки. Позвали каждого из них к Четыне Тору. Самых великих равинов в городе. И называли их в каком-то очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-длинный список. Вот какие-то почетных слова. Самый гениальный, самый умный, самый знаток. и пришли услышать, как реагирует на этого его друг. И слышали, как он говорит, ну, я еще больший, но я же скромный, я же это одни скажу. Он зацепился. Живут в каком-то маленьком детском мире. Ребенок считает, что он должен получить все. Поэтому, если кто-то получил уважение, почет, он чувствует, как будто бы забрали от него вот этого кусок почета. И он начинает чувствовать себе какое-то внутреннее чувство некомфортное. Почему сказали, что он красивый? Ну, не сказали, что ты урод. Сказали, что он красивый. Нет. Мне надо сказать, что я красивый. Причем он. Сказали, что он умный. Почему сказали, что он умный? Почему нет? Говорили, что ты тупой. Нет. Говорили, что он умный, но тебе что-то не то. Ты что-то чувствуешь, что тебя как-то зацепили за это. Тебе ничего не обозвали, не говорили, что ты не такой. Но все равно ты чувствуешь, что как-то тебе что-то забрали. А тебе что-то, что-то ущемило тебя. И вот эти чувства, которые все являются воображением моего жизни, это не настоящее. Это я воображаю себе такое. То есть, то есть, то что зацепило животное душу это чувство. Зацепило, но он это отправляется. Подумать об этом? Он это толькоρω. Зацепило. Не надо, не надо, оно тебе не надо То есть того, что животная душа пришла жаловаться, мозг, что тебе зацепилось Дай-ну не говорите ей, вон отсюда, вон с твоей жалобой, вон, не моем Анои мекаблон калал бамоихой, вон вирцойной, он желание ее нипринимает Вадерабе, не только что нипринимает, потому что она иногда нипринимает, не хватит Потому что, зацепилось, она начнет, начнет постоянно длбит нас, как у нас гавият Постоянно, как, мишаи Адерабе, המоих шалит у моихаи шалберухой шабелибой Разум подключает своем хозяйством И свою власть над сердцем Ласой саепех мамеш Вести себе по отношению с другом точно наоборот Как точно наоборот? Лиснаег им хавейрои бемидас хесед вехибо яйсэро мойдас лой Вести себе по отношению с другом Любезно любви улипчиво принимать его несмотря То есть зацепил он тебя, обними его Он разозлил тебя, улюбнись к нему Он тебе как-то что-то не то, принимай его все равно Это с твоим силу, ты можешь сказать себе И вон отсюда вот это вмисли И болит таву, принимать его точна наоборот Чем хатилас чуства Точна наоборот Лисбойл мимэнно ад кцой и ахроин влолихоис Даза такуича ловекатуре тибиаз лиц Тирпи его, до конца тирпи И низли Вегам Шэлол лэшалэм лойкэпоя лэхаз бэшалэм И конечно Ни разплатиться ему Как ни разплатиться? Ми говорили что думат об этом нилцам А теперь разплатиться? Как ми дашли к разплатиться к нему? То есть Ми говорили что думат не думаю А разплатиться? Как дашли к этому? Ребе говорит следуша Человек принес тебе ущерб Он внес тебе ущерб Который по закону Торы Он должен за этого отвечать Бэйнуни Говорит тебе так Суда пусудец Суда пусудец Небеса пусудец Я тут причем Я Ему За расчет не позову Я тут при чем? То есть Пропустить к себе К нему злость Или Или даже когда По закону Тору Он делал не то Я тут Я что Суда я? Я не суда Я всевижный Я думаю Он он Я Я Суда пусудец Говорит Ребе Еще один Ребе Или Адер Ребе Болей таву Лигмойл Лигмойл Лхайовим Той войс Расплатиться ему Добро Квашекосов Детство Есть такой город Мигдалаймек Мигдалаймек В моем детстве Это был Очень плохой город Как Кривый Рог Во время Бегунов Плохой город В Мигдалаймек Не были Бегунов Слава Богу Такая криминальность Как была В Кривом Роге В 90-х Тоже не была Это было Невысокого уровня Образования У людей Очень простые Очень простые Очень простые И И наркоманы были Немало И пьяные были Немало В наше счастье Что мы жили Как будто бы В другой остров Мы жили В округе Ешива Хабадская Ешива У нас была Закрытая атмосфера Мы жили Внутри себе Поэтому город Нам не сильно касался Мы жили В хорошем Хорошем Отмосфере Очень достаточно Високая атмосфера Я помню До сих пор В моем детстве Эпизод Который Я никогда Не забуду У нас Один из Посланников Ребе В Мигдалаймек Было там Четыре Потому что Было Ешива Были четыре Очень серьезных Равинов Один из них Дай Бог Ему здоровья И Долго Жития Равинов Сагал Он был Уникальный Он И есть Уникальный Человек Он получил Зарплату Когда Получил Уже Зарплату А там Была Еще Из этого Проблема Но Когда Получил Он Зарплату Она С ним Домой Не дошла Только По пути Домой Она Была Уже Одана Всем Это Человек Который Пришел Просыл Деньги Потом Перешло Гран Что Он Уже Перестал Ждать Зарплату Просто Раздал Того Что Было И Не Было Он Вошел В Сумасшедшие День Сумасшедшие Долги Пока К нему Полиция Не пришла И говорила Что они Очень Позят Перестать Давать Деньги Потому Что Наркоманы Идут Покупают Дозу То Он Начал Купить Он Начал Предлагать Им Пайки Я Помню Первую Неделу Когда Ему Это Сказали Потому Что Папа Был Послан Ему От Полиции Папой Был Тогда Офицер Полиция И ему Передали Через Папа Что Перестан Просто Я Поэтому Знал Это Я Помню Что Я Находился В Зал В Ешивы Когда К нему Пришли Первую Неделу Привычные Наркоманы Говорили Пожалуйста Идите В магазин Дал Роспис Купите Там Хлеб Вода Все Что Надо Купить И Там Скандал Поднялся Какой Хлеб Мне Нужны Деньги Деньги Не Получишь Ну Неважно Накопыл Сумасшедший Долгов Там Очень Интересный Человек Один Из Его Качества Его Дом Никогда На Замком Не Закрылся Никогда У него Ночевали Любой Человек Дома Любой Всегда Зашел Покушал Ушел Спал Вообще Никто Никому Не спросил Никогда И он Был Очень Очень Терпелив Вот Когда Я читаю Вот Это Часть Таня Я Вспоминаю Его Я Помню Что Я Смотрел Из окна Я Вижу Как Он Ходит По Улицам Рядом С ним Останавливает Машину Выходит Из машины Машина И Начинает Кричать На него Очень известный Человек Очень известный Человек По всему Городу Кричит Вы Нас Обокрали Я Из вас Стоял Много Деньги А что Я делал Тебе Такого Вот Вы Печатывали У нас У него Была Газета Оказывается Между Криком Понимаешь Что Идет Он Был Один Редактор Газета Заказали У него Реклама Для Хаббатской Какой-то Нужды И Не давали Деньги Ну Все Были Тогда Бедные Богатые Были Неприличные Правильно Или Дали ему Оплату А оплата Банк Не расплатился Потому что Не хватало Деньги Там Платить Он Говорит Ну Зачем Ты кричишь На меня Я же Не отвечаю За Всего Это Это Компания Хаббат Это Компания Давай Я пойду Туда Поговору Найду Деньги Нет Ты Меня Отдашь Сейчас Я Тебя Не отпущу Ну Людей Начинает Собраться Вокруг Все знают Ровин Сеган И он Начинает Умалять Его Ну Не кричи Я Не могу Ничего Делать Это Не Мои Деньги Я Не Могу Тебя Давать Да Он Кричит Людей Начинает Говорить Ну Что Ты Хочешь От Ровин Отпускай Его Нет Он Он Говорит Ну Хорошо Дали Мучер Ты Буду Здоров И все И дальше Пошел Как будто бы Ничего Не Случилось И самое Удивительное Что этот Человек Был Приглашен Дальше На Мероприятие С ними Говорили Кого-то И ничего Не Произошло Все Обычно Все Обычно